Вот ваш стол. Ваш стул, монитор, клавиатура, мышка, телефон, растения. Проблема в том, что ваш стол на самом деле не сделан под вас. Работа в таких условиях может вызвать сутулость, а также боль в спине. По крайней мере, Джон Сен Кай из специальной хирургии говорит об этом постоянно. Я говорю это каждый день. Что ж, он здесь и поможет решить нашу проблему. Я здесь, чтобы помочь настроить стол эргономично, чтобы вы избежали боли в будущем. Шаг первый. Отрегулируйте стул. Средняя высота стола от 29 до 30 дюймов. Для некоторых это может быть слишком высоко или низко. Настроить стул несложно. Первое, что вы хотите сделать, это отрегулировать высоту. Когда вы это сделаете, убедитесь, что ваши локти согнуты под 90 градусов. Если ноги не касаются пола, это может стать проблемой. Поэтому мы дадим ей подставку. Если у вас нет подставки, воспользуйтесь стопками бумаги. Шаг второй. Настроить монитор. Идеальное расстояние до монитора – это длина руки. Чтобы вы могли читать, не напрягая глаза, и без необходимости искривлять осанку. Следующее, что вы хотите сделать, это поднять монитор вверх. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз. Если ваш монитор не регулируется по высоте, воспользуйтесь пачками бумаги. Намного лучше. Если вы работаете с двумя мониторами, подумайте, как вы их используете. Если у вас есть основной монитор, вы хотите видеть его перед собой. А если вы используете оба монитора одинаково, вы хотите, чтобы граница между ними оказалась по центру. Для ноутбука вы хотите использовать подставку, подняв экран до нужной высоты. Затем вы можете подключить к нему мышку и клавиатуру. Шаг номер три. Твоя мышь и клавиатура. В конце концов, ваши руки должны быть рядом с клавиатурой. Ваша мышь должна лежать близко к клавиатуре. И двигать вы ей должны от локтя, а не от плеча, чтобы предотвратить напряжение и боль. Вы не должны тянуться за вашими инструментами. Шаг четвертый. Расположи свой телефон. Вы хотите расположить телефон на противоположную сторону от пишущей руки. Вы не будете держать телефон плечом и избежите боли в шее. Если вы разговариваете большую часть дня, то вам потребуется гарнитура. Это освободит руки для записи или набора на компьютере. Шаг пять. Двигайтесь. Через 10-15 минут вы, несомненно, начнете стутулиться на своих стульях. Итак, вот некоторые упражнения, которые вы можете выполнить, сидя в кресле. Первое упражнение – подбородок. Второе упражнение для вашей шеи. Базовая растяжка выглядит так. Вы наклоняете голову и аккуратно тянете чуть дальше. Третье упражнение называется лопаточной ретракцией. Вы в основном собираетесь сжать свои плечи назад. Четвертое упражнение для вашей нижней части спины. Это то, что мы называем тазовым наклоном. Но самое важное, что вы хотите делать, это вставать со стула каждый час. Вставай и иди. Что-нибудь перекуси. Выпей кофе. Просто вставай. Джон. Джон, мы закончили? Да, все хорошо. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok